Спасибо. Собственно, проблематика подобных проектов. Спасибо. Первое. Это консистентная версия приложения на всех environment. Нас в первую очередь волнует прод, что делается на QA, Staging и Dev гораздо меньше. Нам нужно гарантировать, что аппликейшн будет стабильно работать на проде. В том числе мы должны быть уверены в том, что разработчики, внеся очередные изменения, не порвут весь наш перформанс в хлам, как оно часто бывает. Высокая, реально высокая нагрузка. Там порядка 294 миллионов пользователей. Ну и самое на закуску интересное, это спайки трафика до X3 от номинала, связанные с погодными какими-то изменениями. Например, последние три дня в Штатах шторм Стелла, и у нас просто на продах творится ужас сплошной. Вкратце расскажу, что мы придумали, как это все внедрили. Немножко покажу, собственно, как это выглядит вживую. И, может, чего-то даже на доске нарисую. А потом мы перейдем к вопросам-ответам. То есть я не буду прямо в процессе презентации дико углубляться в технические детали. Кому будет интересно, можете поспрашивать. Итак, вкратце. Мы, пацаны, модные, поэтому, в общем-то, изначально все у нас должно было быть как код. Так предполагалось. То есть Jenkins, Job у нас описаны в виде Groovy кода в одном репозитории. Инфраструктура Terraform в другом репозитории. Кукбуки шефа в третьем. Ну, для развертывания, скажем так, OpenShift кластера. Ну, и несколько application repo для приложений, которые, собственно, будут составлять наш production. Ну, и стандартно 4 Envo, DevQA, Staging и Prod. Выглядит все довольно просто, но, скажем так, при таком построении мы стыкаемся сразу с кучей проблем. Например, нам нужно помимо application еще мейнтейнить три других репозитория с кодом. То есть мы должны гарантировать, что в каждый момент времени наши Jenkins-джобы будут работать корректно, что наша инфра может быть развернута корректно и точно так же, как развернуты все остальные на другой регион. Мы должны быть уверены, что наши шеф-кукбуки работают корректно. Собственно, тестированием этого всего как раз занимается Jenkins. Инфраструктура тестируется довольно-таки просто. То есть Jenkins подбирает из Terraform репозитория код, делает Terraform plan с credentials. Если plan проходит, значит, наш код верен. Ну, хотя бы не фейлится. Понятно, что этого не совсем достаточно, но на данный момент времени у нас просто не было возможности имплементировать что-то более модное. Про шеф-кукбуки тут все немножко сложнее, но при этом достаточно стандартно мы китчином на EC2 проводим end-to-end тестирование. То есть каждый pull-request в репозитории с шеф-кукбукой приводит к тому, что взлетает кластер OpenShift и проверяется весь его функционал. Начиная от создания роута, сервиса, deployment-конфига и потом подов, и потом все это проверяется при помощи команд-лайн-утилит и просто стучимся на порты. Как вкратце выглядит прод? На данный момент у нас задействовано 4 региона в Амазоне, нагрузка между которыми балансируется при помощи Akamai. То есть клиентский запрос приходит на Akamai end-point. Akamai выдает на client-site то, что у него есть в кэше и валидно, то есть не истектотейл. То, чего нет в кэше, дальше уже роутится на ближайший регион. Поправка на ближайший и наименее загруженный регион. То есть по двум критериям идет, скажем так, запрос, маршрутизация запроса. Дальше у нас включается собственно кэширование на уровне региона каждого. Каждый регион представляет из себя кластер OpenShift, на котором выделена отдельная роль, как мы ее назвали, инфра-ноутс. Она представляет из себя автоскейлинг-группу от 3 до 8 нот. Собственно, на каждый из инфра-ноут работает варниш и трафик. Клиентский запрос приходит на варниш.